Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет, и пришло время сыграть сетевую партию со свежим режимом корпорации Монополии и с новым патчем. Да ещё и нового лидера опробую, Хубилая, правда за Монголию слишком круто будет играть, там слишком большие бонусы при войне, поэтому я выбрал Китай. Партия на десятерых, Пангея, кроме режима корпорации Монополии, другие мы решили не включать, поэтому, например, не будет здесь случайных деревьев технологий социальных политик, а во всём остальном обычная сетевая партия на десятерых. Традиционно прошу воздержаться от беззадержательных спойлеров в комментариях, от оскорблений участников, и благодарю спонсоров за поддержку, для них специально все серии выложены сразу, они могут это смотреть во вкладке сообщества. Вступительное слово завершено, приятного вам просмотра. Угу. Ну. Раз, два, три, четыре кукурузы, блин. И ни одного ресурса роскоши, кстати, рядом. Слушайте, может мне сюда двинуться? Ну, типа, чтобы лес остался. Ммм. Слушайте, не знаю, мне хочется вот почему-то сюда передвинуться. Во-первых, тут лес не уберётся, так. Во-вторых, тут ещё камень может быть рядышком. Я всё-таки сюда поставлю гору. Вот видите, ещё горы. Ещё камень. Да, мне кажется, это лучшее место было для, для столицы. Но, четыре кукурузы вокруг это прикол. И отсутствие, отсутствие ресурсов. Ну, этот мрамор не под столицу был. Это какой-то другой город у нас будет ставиться. Так, пошли в животноводство. Международную торговлю. Международную торговлю. Ой, я первым открыл. Фигася. Сразу первым континент. Я поставил сюда меточку. Но не факт, конечно, мы тут будем ставить. Ещё можно вот сюда подумать. Ну, в принципе, реки есть. Это уже неплохо, да? Так, тут у нас 2-2 обрабатывается. Всё окей. Разведчики строят. Ну, вроде всё. В принципе, место ничего такое. Мне нравится наличие тропических лесов. То есть, это, если что, можно будет пантеон на священные места от тропических лесов взять. Хотя у нас в игре Бразилия есть. У неё тоже могут быть тропические леса. Вот в чём дело. Горы есть, да? То есть, уже какой-то вариант кампусов. Вот тут, например, кампус на плюс 3 уже, как минимум, имеется. Правда, на месте камня. Ну, что поделать. Так, я вверх пойду, очевидно. Ну. Что за тормоза? О, тут озеро. Кстати, озеро это тоже, в принципе, неплохо. Ну, давайте сюда прыгну. Реки так извиваются. Это... Ну, то есть, вроде места как приятные. Пока выглядят. Так, а что нам вначале... Тут вот, единственное, что ресурсов маловато. Ну, вот этот мрамор был, типа, под столицу. Ну, блин, странно. Всё, всё равно как-то странные какие-то места. Так, тут холм. И тут холм. Давайте, наверное, так посмотрим. Я, наверное, этим... Сюда побегу скаутом. Блин, а что ж нам реально обрабатывать рабочим? Ну, понятно, эту кукурузу. Понятно, этот камень. А, что ещё? И этот камень? Ну, хотелось бы разные... А, у нас ещё... Да, у нас ещё не открылась лошадь. У нас лошади, скорее всего, вот тут будут. Либо тут, либо тут. Сейчас в следующем ходу мы и увидим. Либо ещё тут могут быть. О, блин. С лошадьми как-то не очень. Ого. Вот это у нас тут кампус. Вот это кампус. Так, ну я бы куда-нибудь сюда тогда город под этот кампус поставил. Хотя надо ещё подумать будет. Так, знаете, что я хочу этим скаутом, наверное, вот сюда пойду. Лучше смотреть. Я хочу вокруг озера пройти вот так. Блин, лошади далеко, к сожалению, у столицы. Горное дело, чтобы камень обработать. М-м-м-да. Есть лошади в третьем радиусе. Слушайте, надо попробовать сюда, сюда. Может тут выкупится клетка и клетку потом. Ну, то есть лошадей надо обработать. Это и ускорение всадников, ну и просто лошади хороший ресурс. В принципе, сам по себе. Так, строителя, посела. Так, ну пока... Пока непонятно. Я бы, наверное, сюда ставил город. Тут просто надо посмотреть, что вот здесь за территория. Может здесь тоже вот так. Скорее всего, так именно идут горы. Тогда, конечно, кампус сюда мы сделаем. Тут ещё место для города. То есть тут кампус тоже будет. Просто там ещё один город можно... Да, видите? Это просто зашибись. Какие-то горы офигительные. И... Ну, сюда город. Что тут пока... Я прям сюда и поведу, кстати, следующий город. Тут и мрамор у неё будет, у него. И вообще всё... Блин, там метки ставят, у меня всё тормозит из-за этого. Хотя я ещё ни одной руинки не нашёл. Ребята, можете не ставить метки? У меня вообще всё тормозит. Я просто не успеваю юнитами ходить. Ну, или как-то ставьте там, не знаю, в начале... Первые секунд 10-15. Спасибо. Давайте тут глянем. Угу. Теперь сюда идём. О, тут у нас море. Класс. Слушай, так у меня тут я не в центре карты хотя бы. Это приятно. А, давайте сначала мастерство. Да, дополнительный экономический курс, это тоже приятно. Давайте пока удвоенный опыт разведки, юнитов разведки. Потому что я вообще даже варваров не нашёл. Не то, что с ними драться, а просто даже ни одного варвара не видел. Так, ну, как я и говорил, начинаем с кукурузы. Ну, прошло сколько? Только 13 секунд, а я походить не могу. Кайф! Сюда пойду, чтобы сюда прыгнуть. А вот и варвар первый. Гончарное дело. Пойдёмте-ка в астрологию, а. Мне кажется, что здесь священные места будут очень в тему. С таким количеством гор и тропических. Мне бы ещё соседство с тропическими лесами взять и вообще будет зашибись. Так, вот это мы пока уберём. Вот эту территорию надо исследовать. Но я сначала поведу город сюда. Ага. Так, ну, этим скаутом наверх побежали. Этим скаутом... Вот это, наверное, ещё надо глянуть. Кстати, раз, два, три, четыре. Слушайте, может... Ну, хотя и тут, и тут зашибись будет стоять. Ни одной руины ещё не нашёл. Просто ни одной. Кайф. Ни одной... Ну, правда, я ещё мало территории открыл. Из-за того, что у меня тут холмы и горы. Ой, спасибо. Так. Всё, тут посмотрели. Тут алмазы. Ну, вот смотрите, с этой стороны у меня море. С этой стороны я от кого-то горами защищён. Как мне кажется. Ну, походите, дайте походить. Может поменять хоста? Да чё, ну, с этим... Это прикол. Просто прикол. Так, тут уже три жителя. Международную торговлю пока переключится. Хай открывается. Международная торговля. Она у меня уже ускорена. Ну, и в Раннюю Империю пойдём. Да, ну, это... Просто тупо всё тормозит постоянно. Каждый ход неприятно. Здорово. Далеко отсюда? Блин, где руины хоть какие? Так, пойду лошадей обрабатывать. Я хочу пойти испанца. Хотя, блин, может стоило тут всё-таки полазать. Он там реально всё собрал, но я хотел бы просто увидеть, где он. Ну, ладно. Ну, я не вижу его... Ну, вот его лояльность, да? То есть он где-то вот тут, по идее, должен быть. Ну, я понимаю, что он может захватить моего рабочего, но с одним зарядом это как бы просто на ровном месте испортить отношения ни за что. То есть рабочий с одним зарядом. О! Тоже чьи-то границы. Так, хотя непонятно, чьи. Ну, вот вряд ли я в ту сторону прям буду селиться, потому что какие-то места там... Ну, хватит тормозить. Мне кажется, надо хоста поменять что-то. А, так это вообще даже далеко. Вот, я где-нибудь на озере вот тут поставлю город, и всё, на этом в ту сторону у меня особо не будет. Здравствуй, Америка. Привет. Привет, Бразилия. Блин, я чёрт царь, что ли? И скал тоже не захватывает, если не будет разрушен лагерь. Так, давайте так. Ой. Так, встану в защиту. Ну, мне бы отсюда уйти, конечно. Слушайте, давайте сразу ещё одного посела. Правда, я пока не решил, куда мне его ставить. Ну, мне кажется, что куда-то вот сюда. Вот тут у нас две лошади. Блин, ни одной руины не найдено. Просто ни одной. Это какой-то прикол. Слушайте, а давайте... Может, мне купить рабочего... Нет, ну сейчас я клетки выкуплю в любом случае. Так, надо сделать. Так. Ага, вот это сверху её на шлем. Мапуча мы нашли. Здорово. Здорово. Слушайте, я не верю, что это сверху. А, да ты там сверху шлёшь или это Нубия? Нет, это не я. Я не знаю, кто это. Значит, сверху не мапучим. Мапуча где-то здесь, получается. М-м-м... Что-то я реально ни одну руину не нашёл и не соберу, как очевидно. Вот ты сейчас будешь в гору ставить. Мапуча где-то... Никого. Ничего. Чё-то как-то грустно. Опять тормозил. Сейчас куда пойдёт скаут. Окей, хорошо. Туда, куда надо пока пошёл, окей. Он уже город Испанца. Ух ты. Тут у нас Шотландия. А ты? Ну, я тут вот и правее буду ещё. В левее. А ты встретил ещё кого-нибудь? Ну, там выше меня. Надо где-то тут ещё ставить город. Скорее даже вот сюда. Лоша тебе. Или даже вот сюда поставить. Ну, это не этот. Дед, смотри, где я ещё буду ставить. Ты вот там ставишь, а я вот тут. Да, хорошо. Так, давайте думать. Может, мне прямо на лошадей поставить? Раз, два, три. А тогда сюда влезет. То есть, вот этот город я бы сюда прямо на лошадей пошёл. Бахнул. Что у нас с престижем? Ну, не с престижем, с лояльностью. Сюда вообще не видно никакой лояльности, ничьей. Сейчас я вот так похожу. Ну, шотландцы я не хочу ставить, я хочу поставить, что тут. Тут интересно. Ну, всё равно я, получается, видите, Испания, Шотландия, там, скорее всего, Нубия. Тут Мапуча. То есть, я окружён, несмотря на то, что тут море. В Трансусе далеко от Мапуча живёшь? Прямо четыре соседа. Что? Далеко от Мапуча живёшь или нет? Ну, он сверху. Нет, это я, Мапуча. Я тебя спрашиваю, насколько ты близко снизу. Ну, я за горами. В смысле, тут тоже горы, и у меня места вообще мало, города. А ты, Мапуча, как далеко от Нубии живёшь? От Нубии? Ну, достаточно далеко. Этой лояльности даже не вижу. Ну, у меня просто слева полностью... Ну, вот Мапуча, вот мой самый большой город, типа, вот к певен мапу близкий. А, то есть ты направо не будешь больше селиться, я так понимаю, да? В мою сторону, сюда. В смысле, направо? Куда? Ну, у меня просто сверху место внутри города и тундра, поэтому я буду направо селиться. Ну, Ватикан направо, да? Вот где Ватикан? Ну, вот Ватикан и ниже Ватикана, потому что Ватикан на море стоит. Не, я больше не буду направо селиться туда. Там у меня горы. Я, то есть, только левее. То есть, вот левее вот этой метки, да? Да. Ага, хорошо. Так, слушайте, 11 ходов. Слушайте, а давайте священное место откроем. Я хочу священные места ставить. Пропущу тут ход. Пока. Блин, а мне тут еще где-то надо на побережье поставить. На самом деле, когда-нибудь. 11 производства. Ну, я начну, наверное, священные места следующие строить. Блин, а с другой стороны, я не так и не взял пантеон. Как я могу священные места строить без пантеона? То есть, мне тут от гор, конечно, будет соседство, но... Если бы мне тропические леса можно было взять. Я был бы так счастлив. А вот и нубию я встретил. Так, ну мне сюда надо идти, очевидно. Так, дед предложение. Тут шотландец ходит. Шотландец у нас. Александр, я там тебе метку поставил, где я хочу город ставить. Мне кажется, это далеко от тебя, правильно? Это там вряд ли. Ну да, у меня вреди там. Ммм, ладно, я пока монументы все-то зря откладывал. Просто следующим ходом я, возможно, смогу принять пантеон. Видите, поэтому я это отложил пока в Пекине. Меня волнует пантеон на... Да, могу принять на тропические леса. Есть. Вот его я возьму. Теперь смотрим, что в священном месте плюс три. Плюс три. Слушайте, а если... Просто если я сюда поставлю, то я могу взять верование на священные места от рек, понимаете? Как я ему дал? Короче. Так. Блин, ну что, на лес ставить? Или сюда поставить? Нет, тут плюс два, видите? Ну, придется на лес без вырубки его. Хотя, слушайте, вот тут плюс три. Знаете что, давайте сюда. Не хочу лес терять. Ай, ну... Не ходится вообще никак. Так, давайте побыстрее. Они тут вот так сделаем. Здесь... Я ни одной руины не нашел. Как вам это нравится? Так, где-то, блин, вон варвары. Нормально. Это далеко. Слушайте, ну могу еще в золотой. Посмотрите, я поставлю с хорошим соседством священное место. Это будет плюс. Религию буду основывать плюс. Ну, пока вроде норм. Плюс, кстати, в том, что у меня соседи вокруг, это то, что варвары не донимают. Все места заняты, и варваров нету, получается. Ну, как бы... С какой стороны плюс? Ты с другой стороны не могу ничего... Слушайте, а я что, обработку бронзы открыл? Нет, не открыл. Ну, мне гончарное дело не нужно точно пока. Пойдем через религию. Кто-нибудь... Не, а никто не поставил священное место. Отлично. Так, тут я точно с монумента начну. Пожалуй, тут я дуболомом буду исследовать, а тут я этого скаута сюда отправлю. Ни одной руинки, ни одной ГГшки не найдено. При этом случае. Кайф, да? Так, ну, выглядит, что вот сюда куда-то ставить надо. Давайте глянем лояльность. Что там все еще никого нету рядом. А ты где там живешь? В тундре, что ли? А-а. Нет, я только в тундру пришел. Хотел тебя тоже спасти, ты в тундре живешь. Ну, я буду сюда, где дуболом стоит. Поставил город. Ну, дайте поставить. Так, надо попробовать пойти этот лагерь варваров убить. Тут явно где-то лагерь варваров. То есть, это еще плюс три очка к эпохе. У меня тоже варвары с их план окружаются. Наверное, сюда пойду, потом сюда. Так, очки сейчас должны дать за священное место. Есть. Теперь у нас шесть ходов. Мне нужна религия. Ну, мебиец, походи, пожалуйста, скаутом. Блин, там где-то далеко. Я вижу твой город. Выше Гуанчжоу я не буду ничего ставить. И левее тоже давайте не будешь ставить. Потому что мне нужно один город поставить. В смысле, левее? Левее я буду ставить. Почему? Ты же свыше. Ты же сверху от меня. Вот сюда вот. Нашли поставить город один? А, туда-да. Я сверху. У меня там место. Туда-да. Туда-да. Тогда я вот сюда поставлю. Ну, я вижу вот эту метку, где ты поставил. Туда норм. Окей, хорошо. Я туда поставлю. Да, у меня нехватка счастья. Вечер добрый. Вы уже начали, да? Ну, да. Мы тебя ждали, 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 ждали. Говорю, давайте без плана капкана не будем начинать. Давайте его дождемся. Ага. Ну, ясно дело. Два, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Можешь про себя считать. Мы знаем, что ты умеешь считать. Хорошо, что я еще помню, как считать. А умеешь, не умеешь. Это в другом смысле. Так все. Давайте, удачи, всего доброго. Юмореско, да. Спасибо. А я пойду в гладиус. Так, надо мне еще одного. Давай. Я религию должен успеть, но... Раз ты все занято. Ох ты. Но религия это сколько очков? Блин, да как-то вот... Ладно, пошли пока в деньги. По-моему, я в золотой век не выхожу. Не так тесно с тобой. А почему я не могу опущить дружбу? Не знаю, может он тебя отправил. Ладно, давайте сюда пройду. Я, видимо, не успею лагерь какой-то разбить. Если он там есть, то я его найти даже не могу. А руинка может дать очки великих людей на пророка? Нет. Ну, тут, смотрите, у нас... Ну, Испания точно будет религию делать? Само собой. Нубия... Вот Нубия удивлен. Что-то тоже что-то там делает. Блин, ну не выхожу я в золотой век. Вот это плохо. Мне шесть очков не хватает. Религия сколько? Либо четыре, либо три даст? Это все равно нехватка. И я, собственно, больше мне неоткуда взять ничего. Четыре хода. Может, стоило чудо какое-нибудь бахнуть? Ну, это я забираю пророка. Причем следующим ходом, скорее всего. Ну, кстати, еще один ход надо будет ввести его в священное место, чтобы... Ну, тут вроде места хватает. Так, я могу. Блин, надо было... Надо было мечника открывать. Stonehenge я уже не успею построить стопудово. Ну, я имею в виду, надо было обработку бронзы, наверное, открывать. Шесть ходов. Ну, если я убью трех варваров, может, и меньше будет, но что-то... Я, по-моему, еще ни одного не убил вообще. Тут что-то с варварами печально. Так, мы... Можешь попробовать не дружбу кинуть, или ты не хочешь? Где-то здесь еще город стоит. Скорее всего, там, где стоит... Могу попробовать. Посел. Но это, опять же, с этим городом точно не стоит спешить. Он такой. Тебя дошла дружба? О, дошла. Вот с этим городом, возможно, проблеме... Может, стоит его немножко все-таки повыше поставить на скот. Иначе будут проблемы с лояль... Или вообще вот сюда. Не знаю. Ну, тут хорошо он встанет с другой стороны. Ой. О! Чудо нашел. Ну, плюс один, правда, всего лишь. Так. Пингалу. Следующим ходом пророк. Должен все равно успеть религию основать, мне кажется. О, тут вообще хороший город, кстати. Так, можно... Так, можно... Наверное... Не, ну, Стоунхенш долго. Давайте, наверное, священку. Чтоб... Чтоб... Города обращать. Блин, а что, мне из этого ничего, собственно, не надо. Давайте вернем эту серию. Не находить. А я только против варваров возьмем. Других людей. Ну, тут живешь посередине континента. Хорошие и мирные. О, давайте оракул попробуем. Ну, это уже следующие эпохи, конечно, но... Блин, ни одной ГГшки не нашел. Ни одной руины не нашел. Это вообще как? Вот он, где этот лагерь, блин. И он забрал этот лагерь. Ну, печаль. Что я могу сказать? Так, ну, одну очко за... Привет, Шахландия. Дорога. Я возьму на Кормимир. И давайте церковную десятину. Блин, одну очко не хватает. Мне бы встретить кого? Ну, у меня больше неоткуда взять очки, кроме как... Либо встретить, либо найти какое-нибудь чудо. Ну, я, по-моему, всех... Блин, ну, это вот... Если бы я обработку бронзы открывал, я бы апнулся в мечника, и все было бы. Блин, как печально. Вообще нету мыслей, честно говоря, откуда мне еще взять. Ну, я за этот не дадут уже очки. Давайте, может, тут рабочего куплю. Блин, тут нифига. Все, и не убил. Ну, это... Бред. Ну, хоть коня давайте убью. О, есть чудо! Е! Кайф! Вау! Вот это неожиданно. Конечно, тот испанец поставит... Ну, это такой, габустан. Такой себе. Фу! Е! Е! Это просто кайф. Так. У меня Вера будет напал... То есть, я буду покупать... Поселенцев, как вы поймете, за веру. Слушай, а может... Дед, а можешь на одну клетку ниже вот этот город на побережье поставить, или никак? Ну, в принципе, это никак же. У меня и так места нет. Ладно. Все, я уже в Шотландии. Еле-еле втискиваюсь. Но я еще вот тут поставлю, видишь? Ну, черепашия хочешь забрать? Ну да, ну это вообще-то четвертая клетка от столицы, как бы... Ты... А это пятая. А у меня пятая. Ну вот отлично. Мы вот так вот расставимся, чтобы как бы столице защищать. Мне не жалко, что ты там чудо заберешь, но... Я хочу... Я просто хотел на одну клетку пониже поставить. Ну ладно. Да чудо, я бы тебе отдал. Но я мне не нужен. Да, чудо такое. Так, ну тут минус скаут, судя по всему. Блин, мне нужны юниты, на самом деле. Блин, мне и рабочие. Но давайте мы в Чинду... Может, рабочего сделаем? Потому что надо мрамор. У меня счастья нету вообще. Так, минус скаут. Нет, жив еще. Но его убьют в следующем ходу. К сожалению. А, нет, он прокачался. Смотрите-ка. Нет, не он. А кто прокачался? Этот разведчик прокачался. Понял. Да, ну сейчас минус скаут. Давайте, наверное, рабочего куплю. А, он 105 стоит. Плеен. Тогда может воина, чтобы посила вести? Так. Кто-нибудь уже производство сделал себе? Какое производство? Ну, мы же играем с корпорациями. Корпорациями на номер ю. Я... Я даже еще ни одного ресурса не обработал. И... В деньги, наверное, только Сима Пуччи вышел. Ну, это Мапуччи говорит. Но мне вот два хода осталось. Могут производство строить. Блин. Мы о чем тебе завидуем. Да, мне кажется, надо юнитов сейчас пока поднастроить. Я следующим ходом поставлю карточки и на юниты, и... Ну, этот минус уже, скаут, стопудово. Мне нужны юниты, чтобы сюда довезти. Есть золотой век. Золотой век у Мапуччи тоже. Ну, естественно, монументальность. Покупка за веру поселенцев. Так, что ты за мной бежишь? Надо Сима Пуччи... Надо Сима Пуччи... За Китай. Так, значит... Ставим карточку на... А, блин, я не открыл... Черт, я не открыл еще мастерство. Вот я... Молодец. Слушайте, а это нормально, что я не нашел ни одной руинки и ни одной ГГшки? Это вообще норм? Я знаю, где они все. И руинки, и ГГшки. Все ясно. Я только одну ГГшку нашел. Ну, у тебя сверху слева, должна быть ГГшка. И... Вот за мной еще ГГшка находится. За мубий. Так. Ну, пока тут не меняем, а тут поставлю на... Блин, так я еще и строители не открыл. Кайф. Так я пока ничего вообще не ставлю. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Также, пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok